Всем привет, всем привет! Вы стоили в нашем канале Лучинка Фэмили Фуд, и сегодня мы с вами готовим! Сегодня Авигея со мной будет мне помогать. Да, и у нас сегодня будет пингвин салат. Салат пингвин. Мне прислала его подписчица Софа, тебе большой привет. Спасибо за рецепт. Давайте тестить, а потом в следующем видео мукбанг, как мы будем его кушать. Это рыбный салат. Вообще, по рецепту горбуша, а у меня и я не знаю, что за рыба, честно. Я ее еле нашла. Тут с консервами оказалось не так легко. Держите вилку. В общем, нам нужно делать как бы не круг, а как бы овал, потому что у нас должен получиться пингвин. И мы сейчас будем это все распределять. Это рыба в масле. А чем не вилка? Ну, распределять сейчас будем. Это рыба в масле. Масло я слила. Поехали, поехали. Тяжеловато было найти, если честно. Ну. Консервы. В второй магазин поехала. Именно рыбные. Ну, не вылазит, застрял. Лена, надо вылазить. Я прям с утра. Я вообще на завне фоне. У меня там еще вареники. У нас мукбанг еще будет с варениками. И вот с этим салатиком. Так, ну давай как-то распределяем так ровно. Давай. Так, распределяем в форме сразу уже пингвина. Ну, это просто овал. Так, я расскажу, пока Илья не альфа, что будет. Олеге расскажет. Ну, это желток такой сухой. Рис, лук, филетовый. Секунь. Это маслины. Маслина, перец и белоток. Как бы. Да. Так, сюда нам нужен теперь лук. Давай лук. А я пока... Можешь сюда высыпать лучок. Я взяла красный лук. Я пока открою майонез. Потому что сейчас нужен будет майонез. Да. Все. Распределяем по нашему пингвину. Ну, конечно, хорошо, что ты высыпала этого рыбу. А что мне так тяжело было? Вроде, сохраняем, пытаемся сохранить. Здесь еще, кстати, рис ты говорила, что у нас рис здесь. Да. Так, все сделали. И теперь пошел мазик. Это наша любимая майонез. Да. Размазываем. Будешь узнавать? Давай. Только он не липнет. Да. Но размазываем. Старайся, чтобы потом будет прилипать. Но все равно кратится. Ну, вот так мажу майонезом. Ну, лук тоже должен липнуть. Да. Потом у нас идет... А, еще сыр, ты сказала? Нет. Вообще красивый, мне кажется, салат. Будет интересно смотреться, как пингвинчик. Но если вы красиво его сделаете. Я надеюсь, что у нас красиво получится. У кого нету? Да. И с рыбой я еще не делала. Еще салат. До этого у нас была курица до мяса. Да. А тут у нас еще и рыбка. Все, сделали. Следующий слой у нас идет рис. Ничего не подсаливать? Да, я. Ну, он липкий? Ну да, тяжело. Так, его надо будет. Можешь брать? Можешь брать, Вилочка. И передавайте. Потому что я ему в воду. Не хочешь? Это у меня для суши рис. Как я варю вообще рис? Я беру ровно, допустим, какую-то чашку, стаканчик. И замеряю, сколько я риса туда насыпала. Потом хорошенько его промываю, чтобы вода была прям белая. Потом я заливаю воды в этот же стакан в два раза больше. То есть сколько было риса, воды в два раза больше. Но когда вы рис промываете, очень хорошо его слейте. Потому что вода, жидкость останется. Максимально сливаю. И потом закрываю крышкой, ставлю на максимальный огонь. Как только он закипит, сразу ставлю на минимальный огонь. И варю 20 минут. Все, у вас. Крышку не открываю. Все, потом он у вас когда сварится, открываем, перемешиваем, закрываем. Еще минут 5 может постоять. Здесь даже 100 грамм, ну не 100 грамм, а 100 миллилитров объема риса я сварила. Но это многовато, потому что мы салатик делаем маленький. Поэтому увидите, тут даже много. Рис останется. Можно так идеально поесть. Да, рис можно идеально поесть. Там, что там, ну, что хочешь, можно еще по отдельности положить в рис. Да. Еще сюда не хватает. Да, вот мы ему ножки сейчас сделаем. А с чего? Ну, как будто это низ, вот тут у нас будет голова. Ну, типа форма яйца, короче. Больше, вот сюда еще рисочек тоже можно. Ну, вроде бы. Все, рис больше не нужен. Дальше у нас идет... Можно выберем? Туда может положить. Дальше идет опять у нас майонез. Потом он готов, сейчас желтки у нас пойдут. Сейчас скажу. Я быстренько скажу, что хочу, что я хочу, желток. Да, поешь. Нет, желток положи. А, хорошо. Мой помощник шефа, сушев, отлегся. Убежал. Так, все, пойдем на это... А я уже как раз сказала. Давай. Так. Юпу возьмем. Прям можно ложкой, наверное, посыпать. Да. Давай. Да, вот так вот. Эй, я! Давай, сыпай. Вот так. Не хочу, чтобы он не сильно не рассыпался. Мы его сейчас прибьем. Прибьем. Пингвина сейчас прибьем. Пинг, пинг, пинг. Тут три яйца. То есть три желтка. Чтобы он не рассыпался. Мы его так пересмем. Отварить, получается, нужно... Что-то мы забыли елку включить. А, она наоборот. Я же ее... Она же с той стороны. Она мукбанка, мы включим. Елочка лилась. А, давай расскажем, что вы увидели в видео. Как... А, да. Вчера. Сейчас обе гей расскажу. Мы видели, короче, видео. У кого-то камера стояла включена. А потом там... Ну, телефон стоял. А елка началась с гирлянд. Что-то не выключил елку. Забыл. А потом елка сгорела. И вся комната погасла. Да, в общем, сгорела квартира из-за елки. Но мне кажется, это... Буквально, короче, комната за минуту вся в огне. То есть, замыкание, если в гирляндке происходит, загорается елка и все вокруг. Но мне кажется, это что-то больше тренировочное. Так, опять майонез. Знаете, есть такие, ну, специальные, да, показывают. Как примеры у пожарных. Ну, комната, да, там за сколько она загорится. Такого плана. Да, конечно, попробуй. Это маленький я делаю. То есть, на... Если у вас будет много гостей, все увеличивается в два раза. То есть, наверное, если прям совсем вам надо много, то убрать не такую консерву, убрать большую консерву. Потому что я взяла маленькую. Тарелочка тоже маленькая. Ну, там был большой консерв еще. А это я какие-то жареные, да, жила. Вот так вот, мое язык. А какие-то жареные купила консервы. Ой, у нас все позакрывали. Вообще, знаете, я сейчас смотрю Москву. И в Москве европейское вот это Рождество ощущается больше. Как там все красиво украшено. Как там все красиво сделано. Чем у нас здесь. У нас там два ларочка поставили. И все на этом, знаете. Очень, очень. Ни ка ткани, ничего такого нету. Наверное, они хотят, чтобы прям в Новый год как раз был сыр. И как-то, и как... И как-то он был сыр. Давай мне тоже сыр, а мне у мамы. Сыр я взяла Гауда. Вот я тоже буду так. Да. Попробуем. Это у нас... Уже натертый. Да. Как? Сыр. Последний слой. Это что такое? А, это плесень? Ой-ой-ой. У нас сыр с плесенью. Наверное, на плесень попалась. Убираем. А что? А какой сыр? Нет, он реально внутри пачкает, а там внутри все в плесени. Ну, конечно, мы такое не будем. Сейчас у меня есть остановение, пока другое натру сыр. Исправляем ситуацию. Натерли пармезана. Эй, не может еще? А тут достаточно. Я же большое сделала. А тут тебе, я думаю, станете много натерла. Хорошо? Заметила. Все. Держи. Можешь доедать. Вот так мы доделаем. Подбираем бока, чтобы он у нас не расползался наш. Как его зовут? Пингвин. Пингвин. Так, поехали. Последний слой майонеза. Это? И? Перчик. Перчик. Потом белки. Потом белки. Перчики, белки и этого. А потом маслинами будем украшать. Да. Голоски. Что такое красное там было? Ну, клювик и ножки, лапки. Это перец? Да. Кстати, можно и помидоркой, ну, что у вас красное есть. Не обязательно покупать сало и перец. Для украшения. А можно и скумники сделать, кстати. Ну. Если кто-то захочет сладкий так сделать, то можно и скумники. Все, я вот так вот майонезной вилкой подберу, чтобы бока сейчас у нас залипли. И мы потом, как-то мы, кстати, кривовато сделали. В одну сторону, не по центру этой тарелки у нас пензин. Ладно, все. Теперь мы закрываем это все дело белками. То есть плотно, чтобы это все село. Три. У меня тут яйца, напомню. Я тоже. Так. Опять это все сейчас распределим. Чтобы он был белый. Это вот оно, белое брюшко его. Гринечка. Так. Это можно. Вот так хорошенько и здесь сделаем. Все, сейчас дораспределю. А можно я вот туда? Да, сейчас будем выкладывать. Как же получится куда? Ну вот. Надо представить как-то пингвина. И выкладывать. Как будем выкладывать? Пока, не знаю, получится или нет. Хватит нам или нет. Ну смотри. Здесь его голова. Так. Выкладываем. Ну, я не знаю, оно вообще прилипнет ли сюда. Не очень. Знаете, на яйца так-то ложится все. Но майонезом не надо смазать последний. Как бы здесь будет его туловище, да, и вот так отсюда пойдет. То есть сейчас я его выложу. То есть вот она голова. Вот так. Кстати, маслина купила без косточки. Ой, с косточкой тоже сложно найти здесь. Без косточки. Оливки есть, маслина нет. Подожди, сейчас я выложу, как именно он будет. Это я поставила. У нас идти. Так. И вот так вот у него пойдет брюшка. Вот здесь уже все можно закладывать черным. Я это нарезала, да. Я нарезала, что вы думаете, с чем? Только вложи их в это. По краскам тоже надо? Да, да, все черным должно быть. Как вы думаете, я нарезала-то как? Наверное, вот так сюда, да, как оно будет ходить? Ножом вырезала эти маслины, потому что нету без костей. Не нашла. В двух магазинах не нашла. Все, и здесь укладываем. Ну, по идее, так. Можно плотнее, конечно. А то тоже до этого надо? Да, вот это все черным надо выложить. А кто это так придумывает салат? Всякие тетеньки в интернете придумывают. А мы их потом проверяем. И делаем тоже. Да. Все, вот тут залепляем. Остается сделать только глазки. Типа вот из маленького. Тут глаз. Сюда глаз. Да, маленький. Маленький глаз. Для меня, наверное, уже заканчивается. Угу. Ну, для меня уже тут дело подойдет. Да. Ну, вот так сделаем. Сейчас второй глаз сделаем. А из чего у него клювы будут? Тоже из красной. Из перчика. Вот так. Глаз, глаз. Все. Я так не ела. Так, и теперь нам нужно сделать клювик. Можно я тоже? Я думаю, вот такой. Ты сделаешь, а я поставлю. На, ставь. На, вот клюв, смотрите, остренький. Да. И ножки. Да, я тоже буду. Одна ножка. Вот сюда. И вторая ножка. Сюда же. Все? Уже готов? Подожди, тут еще. Давай это все доложим. Нет. В дырочке. Надо плотно, чтобы он был. Но, мне кажется, прикольно получилось. Как на вкус, не знаю. Вообще, как с этими мыслинами. Кушать удобно, я думаю, будет. Но единственное, что он у нас не по центру. Все. Принимайте, девчонки. Будем сейчас. Ищите следующее видео. Мукбанк с этим... С этим... Как его? Пингвином. Ну все? Идем на мукбанк? Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...